Об общей истории глобального еврейского спортивного движения и биробиджанского спортивного клуба, объединенных гордым названием Маккаби, говорили сегодня на Авторадио с исполнительным директором клуба Геннадием Каплановым. Оказывается, биробиджанцы в эту общую историю внесли заметный вклад. Например, еще около 30 лет назад на важнейшее решение о том, где разместится российский офис Маккаби в Москве или в Питере, повлиял известный биробиджанец Валерий Гершкович, который председательствовал на совещании по этому вопросу. Его помнят, его знают, его ценят. Вот награда, которую ему юбилейно мы должны вручить, вот она находится в столетии Маккаби России. Награда найдет своего героя в ближайшее время. Но и на этом вклад биробиджанцев во всемирное спортивное движение не исчерпывается. Лев Хитерман, он выиграл пять марафонов, проведенных на соревнованиях в Маккаби. Он сам с биробиджана, потом он переехал в Санкт-Петербург, поэтому биробиджан знает давно. Углубляясь в историю, гость студии рассказал о том, как в 90-е годы культурно-спортивный клуб Маккаби возник в биробиджане. Еще при Николаю Михайловичу Волкову был образован клуб Маккаби. Курировал тогда Валерий Соломов-Жгуревич. Первый председатель Маккаби был Геннадий Филиппович Генкин. А потом Геннадий Филиппович отошел в другое направление и избрали меня. Ну а поскольку Геннадий Михайлович сам футболист и игрок в хоккей с мячом, то эти направления и стали главными в биробиджанском клубе, придавая ему уникальность еще и этой спецификой. Мы единственная, я так думаю, в мире команда Маккаби, которая называется Маккаби, где играет в основном и евреи, которые играют в русский хоккей. Мы участвуем во всех дальневосточных турнирах, которые проводятся в нашем ДФО и занимаем в основном первые, вторые, иногда третьи места. Играли и на высшем уровне. Геннадий Капланов в составе сборной России по мини-футболу участвовал в двух Маккабиадах, аналогах Олимпийских игр. В Венской 2011 года и в 2013 году в Тель-Авиве, когда хотя и проиграли израильтянам, но выиграли у сборных Бразилии, Аргентины и Англии. Подробные впечатления об этом, а также мечты и планы столь уникального клуба Маккаби в полной записи эфира на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Денис Листюхин. Новости 21.